Напоминаю о необходимости ставить лайки под нашими видео, если вы хоть сколько-нибудь их одобряете. Это важно для продвижения нас внутри системы Ютуба. Сейчас времена довольно-таки сложные и для Ютуба, и для тех, кто в нем работает. В том числе мы пока выживаем, в основном благодаря вам, благодаря вашим донатам, вашим пожертвованиям на наш расчетный счет, который мы показываем постоянно в эфире. Мы очень благодарны за каждый рубль, который туда приходит и призываем вас помогать нам, потому что больше нам на самом деле помогать некому. Также обращаю ваше внимание на наш телеграм-канал, который становится все интереснее и интереснее день ото дня, набирает подписчиков. И вас я тоже призываю присоединиться к этим подписчикам и поучаствовать и в обсуждениях, и в просмотре материалов, которых там существенно больше, чем даже на нашем видеоканале. По традиции субботний выпуск мы начинаем с той информации, которую вы не получите ни на БСТ, ни в информационном агентстве Башинформ. Почему-то они не говорят о подобных вещах, а о них говорить, наверное, нужно в первую очередь. Вступая в свою должность главы Республики Башкортостан, Ради Хабиров клятвенно обещал Владимиру Путину снизить младенческую смертность и смертность на дорогах. Как известно, и то, и другое ему категорически не удалось. И вот на минувшую неделю поступила статистика по младенческой смертности в Республике Башкортостан за первый квартал текущего года. Так вот, этот показатель составил 36,8 смертей на 100 тысяч рождений. Это такой стандартный показатель. Для понимания, в 2011 году эта цифра была 1,7 смертей на 100 тысяч рождений. То есть, за 10 лет младенческая смертность Республики Башкортостан выросла в 11 с лишним раз. Безусловно, информированные люди скажут, что изменилась методика подсчета, изменились критерии выявления смертности. Однако, то, что она растет, отрицать, наверное, не будет никто. И Хабирову за его почти 4 года у власти не удалось никаким образом снизить этот показатель. Ну, не знаю, важно ли сейчас для Путина вот это все социально-экономическое внутри страны. Важно ли для него исполнение обещаний, которые были когда-то даны ему губернаторами. Возможно, он уже увлечен совсем другой игрой или готовится в дальний путь. Мы не знаем достоверно. Однако, от этого нам не легче. И младенческая смертность, и смертность на дорогах Республики Башкортостан продолжает бить свои рекорды. Республика Башкортостан Рустам Рифатович подверг сомнению право на независимость стран Прибалтики и Финляндии. Обосновал вот это свое сомнение депутат Госсобрания весьма туманно. Он заявил следующее, цитирую. «При обнародовании архивов независимость этих стран весьма условна». Конец цитаты. О каких архивах бредил Ишмухаметов не уточняется ни при службе Госсобрания, ни им лично. Но довольно странно это было слышать. Про какие-то архивы вдруг он заговорил. Очевидным образом он поддерживал тот законопроект, который вышел в Государственной Думе, в котором тоже подвергается сомнению легитимность Конституции Литвы и Прибалтийских стран. Однако господин Ишмухаметов пошел еще дальше. Он считает необоснованной и государственность государства Финляндия, коварно стремившегося в НАТО, а когда-то находившегося в составе Российской империи. Вот именно на этом основании господин Ишмухаметов считает, что Финляндия может и не иметь никакой независимости. И мы можем порассуждать о ее присоединении к Российской Федерации. Я бы посоветовал этому человечку, Рустаму Рифатовичу, повнимательнее поизучать исторические документы. Например, ознакомиться для того, чтобы немножко расслабить кольцевые мышцы, чтобы понять, как устроен мир. Например, поинтересоваться, на каком основании Калининградская область сейчас входит в состав Российской Федерации. Какие были условия и обстоятельства вхождения этой территории. И много-много других есть интересных вещей по поводу территорий, связанных с Российской Федерацией, так или иначе. А далее он тогда может перейти уже к научному анализу и прибалтийских стран, и стран Скандинавии. Понятно, что в силу известных причин гражданину Ишмухаметову уже никогда не придется побывать вживую на территории прибалтийских стран, скандинавских стран, конкретно Финляндии. Да и, собственно, наверное, вообще господину Ишмухаметову теперь навсегда закрыт въезд во все более или менее цивилизованные страны. Но это не повод, во-первых, чтобы бросаться во все стороны сушеным кизяком, а во-вторых, это не повод, чтобы позорить перед всем цивилизованным человечеством нас, как республику, да и, собственно, Россию в целом. Проблема обманутых дольщиков в Республике Башкортостан, как известно, одна из самых острых в Российской Федерации, и похоже, что это доходит до федерального центра, потому что иначе мы не можем объяснить внезапную активность правоохранителей, судов, вот эти абсолютно запредельные сроки, которые, как из пистолета, выдаются злодеям-застройщикам, уличенным в каких-то злоупотреблениях, постоянный контроль со стороны федеральных органов прокуратуры, ну и вот, судя по всему, федералы поняли, что проблема в Республике сама собой не решится, что нужно что-то активно предпринимать и начинать действовать. Мы, собственно, видим эти действия, и на прошедшей неделе в Уфе, например, состоялось совещание с участием аж целого заместителя генерального прокурора Российской Федерации, именно по вопросу обманутых дольщиков и решения их проблем. В этом заседании участвовали высшие чиновники Республики, значит, очень серьезный был разговор, многим задавали очень серьезные неприятные вопросы. По результатам, видимо, этого совещания Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан, пообещал официально полностью решить проблему обманутых дольщиков Республики Башкортостан к концу 2023 года, то есть, собственно, полтора года на решение проблемы. Конкретно в 2022 году Назаров обещал решить 41 многоквартирный дом, из которых, надо отметить, 23 уже решены тем или иным способом, то есть, либо достраиваются, либо достроены, либо дольщики получили денежные компенсации. Между тем, силовые процессы в области строительства и неких структур, находящихся рядом со строительством, на этой неделе не прекращались. Арбитражный суд наложил арест на имущество Флюра Галямова, которого связывают через его банк, который подвергся банкротству со строительной компанией «Первый трест». Ну и не только на имущество самого Флюра Галямова наложен арест, но еще на имущество ряда сотрудников и высшего руководства банка. Так что, тут, конечно, налицо вот это активное действие правоохранительных и судебных структур. Все это происходит на фоне иска агентства по страхованию вкладов к банку Галямова и к нему лично на сумму аж 18,3 миллиарда рублей. Не знаю, найдется ли столько имущества у самого Галямова. Правда, Майбах там имеется. Отразится ли это вот, вот это событие ареста имущества на деятельности крупнейшего застройщика «Первый трест», я не думаю, что это напрямую срезонирует. Ну, хотя бы потому, что вот этот процесс с Флюром Галямовым и его банком с золотым запасом длились так долго, что у этих ребят точно было время, ну, все просчитать, подготовиться, каким-то образом обезопасить и «Первый трест», и прочие структуры, так или иначе, возможно, связанные с господином Галямовым. Но надо, конечно, подождать, и время, как обычно, покажется. Сейчас ни за что нельзя ручаться. Вот важнее, наверное, озаботиться тем, какова судьба теперь будет долгов золотого запаса. То есть, по этому странному явлению по золотому запасу, там порядка, по-моему, 4 тысяч вкладчиков в эти загадочные кооперативы, и там около 2, по-моему, миллиардов задолженности, движений особых не происходит. Долго вокруг этого всего хлопали крыльями всякие доброхоты и пиарщики, но пока вот ВОЗ и ныне там, а теперь еще и у Галямова имущество арестовали, так что, ну, что-то здесь начинает развязываться. В общем, вот за этой ситуацией можем с интересом понаблюдать и заодно оценить, насколько такие вещи могут все-таки отражаться на строительном комплексе и конкретно на застройщике Первый Трест. Что-то очень странное, по-моему, происходит с формированием вот этого пресловутого башкирского батальона имени Шаймуратова. СМИ сначала широко развернули эту тему, что смотрите, тут, значит, какая замечательная независимая инициатива каких-то там, значит, ветеранов каких-то войск, они тут, значит, сами-сами, и Министерство обороны им помогает, и ради хабиров там выделяют денежные средства на этот батальон. И вот в первоначальной версии звучало, что чуть ли не 800 человек ринулись писать заявление, чтобы войти в этот батальон, при том, что там нужно было сформировать только 200. И почему-то вот на минувшей неделе мы уже слышим цифру 180, то есть, имеется в виду заявление, недобор начался. Ну, достоверность всех этих заявлений, конечно, абсолютно сомнительна. Я не утверждаю, что это действительно так, но какой-то здесь какая-то недосказанность присутствует. Было бы здорово, если бы нам показали по телеку или в интернете отправку вот этих вот бравых соискателей 250-тысячной зарплаты перед тем, как их оденут в красивую одежду за 200 тысяч рублей отдельно обещанную хабировым и отправят вот торжественно туда, на Донбасс. Ну, хотелось бы посмотреть в их лица, понять, кто они такие. Наверное, для истории было бы здорово зафиксировать, потому что, ну, существует вероятность того, что не все они оттуда вернутся, или, по крайней мере, не целиком. А вот Радзий Фаритович сейчас снова на Донбассе. Иногда мне кажется, что там он уже проводит больше времени, чем у руля республики. Хабиров накануне перед этим отправил 10-й гуманитарный конвой туда, значит, на Донбасс, и сам вслед за этим конвоем опять привычно ринулся обниматься с вот этими вот любвеобильными торговцами МММ-бумажками. Ну, мы не знаем, были ли в числе гуманитарной помощи в этот раз в конвое элементы постельного белья, но зато мы точно знаем, что на одной из швейных фабрик в Довлеканово на минувшей неделе и в предыдущей, как выяснилось, месяце, зарплату уже выдают продукции фабрики, а именно тем самым вот постельным бельем. Мне пришла одна мысль в голову, может быть, все-таки рациональнее было бы, чтобы Радий Фаритович выкупал какой-то объем кризисных предприятий, я имею в виду продукции этих предприятий внутри Башкирии, чтобы отправлять их на Донбасс. Какая разница, что ему туда отправлять? Ну, вот на Олочке бы отправил. Вот потому что в этом вот совершенно безудержном желании попиариться и выслужиться перед Кремлем, судя по всему, Радий Фаритович забывает о тех кризисных процессах, которые происходят внутри республики Башкортостан, и как некрасиво и неэтично выглядит то, каким рвением он исполняет свой как бы долг перед сепаратистами Донбасса, а перед жителями республики как-то о своих долгах совершенно забывает. Ну, подтверждение этому, наверное, может служить вот эта информация, широко разошедшаяся в СМИ, информация о письме жительницы Уфы, которая попала в платную палату в 21-й больнице Уфы и опубликовала оттуда фотографии, гневную информацию о том, в каких условиях находятся платные больные в 21-й больнице. Это там на скрепках висят шторы, там какие-то отколотые унитазы, абсолютно все побитое, поломанное, сломанные розетки там на изоленте все это висит, полы мыть нечем, дезинфекции какой-то как таковой, по ее утверждению, не проводится, ну, в общем, ужас-ужас. Вот это все на фоне трогательной заботы о жизни и благополучии сепаратистов Донбасса, конечно, вот это все выглядит очень нехорошо, как и многие другие проявления неэффективности самого Хабирова и его команды внутри республики. Помните, совсем недавно на оперативном совещании ради Хабиров шумел о том, что он непременно уволит руководителя Государственного комитета по строительству и архитектуре и главу Баймакского района Фаниса Аминева, если к 1 сентября школа в населенном пункте Старый Сибай не будет достроена и не будет введена в строй. Там колоссально просроченные сроки, школа стоит там ополовиненная, без крыши и без окон, без дверей. Так вот, школа в Старом Сибае не будет достроена к 1 сентября 2022 года. Заявляю это авторитетно, с вероятностью 146%. Потому что стало известно о том, что контракт с подрядчиком, вероятнее всего, будет расторган в ближайшее время и заново будет перезаключаться с кем-то из тех, кто сможет исполнить условия этого подряда. Процедурно на это понадобится полтора-два месяца, чтобы законно и правильно оформить этот контракт, чтобы правильно оформить техническое задание, провести конкурсные процедуры и приступить к работам. То есть, в лучшем случае, к 1 сентября там, может быть, начнутся работы, если контрактные процедуры удадутся. Ну вот, интересно, что теперь предпримет Хабиров, чтобы не выполнять свое обещание уволить главу района Аминева и руководителя Госкомитета по строительству Егора Родина. Ну, не увольнять же их в самом деле, как обещал Радий Фаритович, а то совсем можно без надежных людей остаться. В общем, ситуация, конечно, пикантная, потому что тут, как говорится, вам не с ямочным ремонтом, чтобы отделаться там фоточками, или никак с обращениями у Прочаковской, чтобы просто поболтать и рассказать. Тут конкретно стоит школа, и скрыть ее от посторонних глаз, ее неготовность или то, что она не откроется к 1 сентября, не удастся никак. Благодарные жители Республики Башкортостан продолжают присылать нам фото подтверждения того, о чем так смешно рассказывает на оперативных совещаниях министр транспорта и дорожного строительства Александр Булушев. Я говорю о ямочном ремонте дорог и о рассказах вот этих байках на оперативках, которые мы слушаем каждый понедельник. Фотоотчеты о ямочном ремонте, например, в Уфимском районе Сипаилова просто вызывают абсолютный восторг и недоумение в отношении того, что несет нам по понедельникам господин Булушев. Напомню, что он договорился до того, что уже там 97% территории Республики Башкортостан уже оцифровано, и там уже абсолютная большинство оцифрованного уже отремонтировано. Но в реальности людям почему-то кажется иначе, потому что не надо даже искать вот эти дефекты дорог или там на самом деле большие ямы. Достаточно полчасика покататься по Уфе. Я уже не говорю про окрестности, я уже не говорю про дворы, где совсем можно провалиться и потерять колесо. Я, правда, недавно так пару раз саданулся подвеской, что прямо аж плакать хотелось. Но мы, наверное, помним, как на взрыд Прочаковская рассказывала Хабирову о том, как благодарят жители Республики Башкортостан, как они понимают важность и эффективность вот этой работы. В общем, давайте поддержим Елену Анатольевну фотографиями конкретными, с указанием адресов и мест, где произошло фотографирование этих ям. Давайте будем выстраивать настоящее информационное поле в отношении именно ямочного ремонта. Потому что, если честно, вот это особенно возмущает, вот такое наглое, спокойное вранье прямо в камеру, когда сидит целый министр рассказывает, что мы отремонтировали все дороги. То есть вот это, конечно, восхищает и возмущает одновременно. 10 июня 2022 год, значит, на дороге деревни Березовка ямочный ремонт окончен. То есть сделали ямочный ремонт, и уже в этом ямочном ремонте уже снова дыры. Вот такой ямочный ремонт закончен. Необычное событие приключилось у нас буквально вчера в республике в Ургазинском районе. Забил нефтяной фонтан, но это было вовсе не нефтяное месторождение, а, судя по всему, какая-то техногенная катастрофа. Я пока не берусь описывать и утверждать, что произошло вот в этом месте, однако из-под земли под определенным давлением забила такая очень похожая на нефть жидкость. И это все происходит в непосредственной близости от населенного пункта. Там площадь разлива весьма существенная. Подождем, конечно, комментариев МЧС и нефтяников. А, возможно, кто-нибудь из Ургазинского района нам сможет напрямую и из первых рук дать объяснение вот этой ситуации, что происходит, насколько она типична для этой местности, насколько часто там это происходит. Насколько это связано с нефтепроводами и связано ли вообще. Ну, довольно пугающая картинка, согласитесь.